Вот, значит, сегодня 26 мая, читаем мы третью главу. В общем, мы читаем, пока нам не надоест. И, в принципе, в третьей главе уже были некоторые симптомы, потому что она не выходила в какие-то острые полемики вокруг кибернетики. Она занималась таким, даже, я бы сказала, догматическим разбором, ну, конечно, с пересмотром классической традиции. Нет, у нас третья уже. А, педагогическая традиция вторая? У меня вот третья глава называется как бы «Натура...» Да, ну, «Натура натурата». Четвертая будет «Натура натуранс». Вот тут сразу вопрос про перевод. Мне кажется, что здесь, скорее всего, было латинское название, потому что эта разборка продолжается линией вот этого спинозовского, спинозовских оснований логики. Ну, и я не думаю, что можно так переводить, или нужно двойным способом. Кроме того, в этой книжке было еще довольно интересно, в первой главе переведено синтетическое знание, аналитическое знание, тоже каким-то таким образом, не каноническим. И только потом догадываешься, что имелось в виду. Ну, то есть перевод достаточно, ну, как бы с философской точки зрения, слишком литературный. И, значит, чем занимаемся? «Натура натурата», природа сотворенная. И тут задача была вытащить из сотворенной природы, которой традиционно отдается пассивность, вытащить алгоритмы, которые переводят ее в режим, но не активности, а в режим небинарности. «Натура натуранс, натура натурата». То есть идея идет о том, то есть идея в том, что мы все классические традиции подгоняем под кантовскую третью критику, под способность суждения, которая является рекурсивной функцией между природой и мышлением, когда природа и мышление, то есть объект и субъект, образуют друг друга. И метафорой, наверное, этой главы была машина Тюринга, она упоминается в начале, которая так и остается классическим примером, и это не значит, что за ней дальше традиция следует, потому что за машиной Тюринга следует клеточный автомат, биоинформатика, и это не продолжение машины Тюринга. В том смысле, что, значит, почему машина Тюринга нам нужна как машина самоорганизации и рекурсии без однозначной цели. То есть она сама выстраивает коммуникативные отношения, подстраивается, и из всего этого происходит некое действие, которое не направлено, а вот эта ненаправленность, это вроде как бы природная деятельность и постоянная перенастройка. То есть машина Тюринга не имеет бинарности между, не знаю, разумом и природой. То есть она является собой такую машину организма, которая для организма важно, что это автономия вне бинарного различия. То есть не воля описывает, значит, бытие, как оно есть, и его контролирует, а между прежними метафизическими бинарностями возникает рекурсивная сама организация, которая сама собой осуществляется и сама себя, значит, настраивает и таким образом не является ни тем, ни другим. и дальше вот как бы разборка, почему это форма организма. И в некотором смысле это даже уже не организменное, то, что было придумано в немецком романтизме, Кантом, как новое поле для логических исследований. Это поле как бы не бинарное, самонастраивающееся и при этом производящее автономные организмы, которые не являются данностями. А ведь автономные организмы, они включены в процессы. Ну и вот дальше идет разборка, почему это поле не развивается в его чистом виде. Да, вот в том виде, в каком хочется. И мы знаем, что оно как бы киборганическое, ну, то есть механическое, биологическое, но все время оно куда-то заваливается в либо классическую бинарность, либо механицизма. Значит, в чем как бы проблема? И там есть большая глава. Ну, как бы все согласны, что поле таковое, машина сферинга метафорично. и первое, что с чем мы сталкиваемся, это, по-моему, такой серьезная разборка с Декартом. По-моему, правда, это уже третья глава, но Декарт как-то логически тут, по-моему, выходит на первое место. Потому что он как раз и является тем основателем вот этой бинарной эпистемологии, когда природа не может иметь метафизического смысла. То есть это прямо-таки им и заявляется, она протяженность вне мышления. То есть это место, в котором мышлительные конфигурации должны, конфигурации мира должны быть построены способом когета. и почему для него вот это как можно построить конструкцию вне мышления, то есть куда он прячет агентность природы. И Хуэй предполагает, что агентность природы это изначальное такое эпистемологическое допущение тождества когета и природы. То есть это такая данность, которая не берется в мышление, но которая тем не менее имманентна мышления. И тогда все процессы когета, которые он разбирает, в которых он сомневается, они как будто бы имеют основание. И это основание имманентно. Имманентность берется как предел из природы. То есть природа работает не только как пространство, но еще и как предел, которое служит основанием для процедур когета. Но при этом да, и вот эта вот картезианская традиция, она все время выскакивает в нашей масс-медиа, в нашем представлении о том, что машины будут самостоятельны, заменят людей, или что машины окажутся злы. Ну, то есть вот это наделение машины основаниями имманентности, это и есть то, куда что непроизвольно берется из картезианских оснований. Ну, как получилось? Ну, и даже там в конце есть отсылка к делюзу, который рассматривает современную политическую систему как машину контроля. И мне показалось, что машина контроля это и есть вот это ну, как как бы делюз, мы же его знаем как очень последовательного эпистемолога, который разрушает классику. И вдруг он выходит к картезианским основаниям. Да, и есть некие процессы, гражданские процессы, и есть властная машина контроля. То есть Декарт все время как бы выскакивает. Но при этом Декарта совсем ругать не стоит, потому что он предложил несколько ходов, которыми воспользовались последующие, в частности органы. Органы как функции. То есть вот эту эманентность вроде как можно пересмотреть через органы, которые у него называются животные духи. И дальше животные духи они похожи на они живут в неких трубках, в крови, в слизи, в пару в машине. и то есть он понимает органы термодинамически. То есть есть вот эта эманентность, которая была бы совсем пассивна, но совсем пассивно ее как бы удержать сложно. и духом тоже ее не как бы не хватает оснований. Поэтому он как бы распускает, разветвляет дух на вот эти вот животные души. И аналогией у него является орган. Мне это очень понравилось, потому что я слушала доклад на клавирном фестивале в Екатериненской церкви, когда там все органисты тусовались. И молодой человек из политеха, он историей науки занимается, он рассказывал, насколько орган для 17 века был высочайшей технологией. И иметь орган у себя в ганзейском богатом городе, это было почти мистическое событие по значимости и самоидентификации города. Органы гудели со страшной силой, и справиться с этой технологией гудения было довольно сложно. И он показывал первые гудельные партитуры, которые были элементарно просты. Потому что это все так страшно гудит, что никакие сложные полифонии туда включить уже невозможно. Там можно делать только какие-то простые трезвучия с медленными повторениями. Но это все равно задавало новую технологическую не метафору, может быть, аллегорию мира. Мир, в котором есть вот это непонятное присутствие, которое ветвится через много душ. и при этом мир как бы обновляется. Задача выскочить из пассивности природы и универсального разума решалась в новой технологической парадигме через развлечение разума, то есть он ветвится на эти души и начинает взаимодействовать с природными органами, трубами. То есть как бы некая функция, функциональное добавление в 17 веке в сторону машин оказывается сделано в качестве вот этого в качестве обнаружения функции органа как функции. нам похоже? Кто про Декарта дочитал? Или я сочиняю? Ну и таким образом у нас получается пассивность природы постепенно начинает включаться преодолеваться разными способами мышления, но скорее такого механистического типа. да, есть еще кусочек продолжается разборка с Шеллингом, почему Шеллинг не взял вот эту концепцию органов, хотя ему казалось бы она была очень нужна. И Юг рассматривает не помню какой текст Шеллинга, где Шеллинг разбирает Платона. И там казалось бы очень хороший ход, когда людям Прометей дарует огонь и форму. То есть в каких-то текстах он дарует сразу две эти штуки огонь и форма, а в каких-то текстах просто огонь. И Шеллинг решает остановиться на форме. И он при этом отрабатывает свою собственную политическую задачу, ему нужно в такой континуальности природы установить организмы, как индивидуации. То есть он вовлечен в эту пост-якобинскую систему защиты индивидуальности. то есть я не знаю насколько индивидуальности, но он открывает природу и при этом его не устраивает все-таки природа данная целиком. И тогда он вводит вот эту форму как защиту индивидуальности. И это у Юка есть даже очень смешное замечание, что ну в общем, что идея была а нет, это у Кангиема была Кангием заметил, что здесь есть вот эта политическая позиция, которая обороняется против монархии, универсализма, и поэтому значит Шеринг все-таки берет форму. В то время как стеглер бы взял и вообще стеглер сетовал, что взять-то надо было огонь, потому что огонь это практика, которая делает форму, и тогда мы прямым, и тогда бы Шеринг прямым ходом получил то, что хотел, то есть он получил вот это серединное пространство операций, связанное с организмами, и с организмами, и связанное с дискретным, частным и целым, потому что главная проблема Шеринга была как общее целое соотнести с частным, потому что он как бы такой буржуазный директор, и при этом у него основание природы как целостное, и отсюда возникает еще одна проблема, которая тоже трудно преодолевается, это проблема экстериорности, то есть природа либо мыслится как совершенно внешняя, либо она присваивается в качестве собственного тела, и тогда между вот этим, вот этой тотальностью природности и частным присвоением, разделением природы на конкретные объекты должно быть построено поле операций, как бы вот романтизм этого сделать не может, и туда значит приходит вот это новое мышление, это надо сделать, потому что у нас тогда не будет киборганического, и мы не сумеем построить новую антологию, новую кибернетическую и органическую антологию. Значит, у нас есть поле способности суждения и машины тьюринга, у нас есть проблема природной пассивности, разбиваем мы ее при помощи органов, органы сразу либо даны, либо они функции. И вот здесь как бы игра с шеллинговским огнем и формой. То есть юку нужно сделать вывести линию, что органы, функции и процессы этой операции. шеллинга с операциями не очень получалось. Ну и вообще операциями будет заниматься следующая глава. Но тут возникает еще одна классическая проблема. Природа не имеет цели, интенциональность. И это связано с тем, что природа она либо имманентна, либо она является вытесненным основанием, но и в философии она все время оказывается интенционально неспособной. Ну и она исключена из метафизики и соответственно либо она за всех все решает, либо она вообще ничего не делает. И вот на эту проблему юг бросает Бергсон. Потому что Бергсон изо всех сил пытается возвращать природе интенциональность и придумывает для этого творческую эволюцию. А творческая эволюция значит это его работы седьмого года я Бергсона не люблю, мне сильно напоминает Соловьева. Потому что вот это вот жизненный порыв, София, это пафосная речь, но в любом случае жизненный порыв это введение процесса и трансформации не по-гегелевски, а именно в то, что было пассивно. ну вот тут правда есть полемика, то есть по идее он как бы в природу вводит жизненный порыв. Ой, дождите, дождите, следите. Верксона говорит, что природа это всегда то, что падает вниз, это свободное падение, а разум он напоминает что-то неорганическое, он все время геометризирует. И как же соединить это с одной стороны неоформленное и натуралом геометризирующий. И вот здесь как раз он говорит о расходящихся сериях, которые мне кажется потом даже возьмем в Делюс. И вот эта интуиция может забросить природу, которая падает вниз, это очень классическое представление, все падает вниз, а интуиция может забросить эту природу в какое-то восхождение. И вот жизненный порыв он уже от интуиции идет. И вот там Бергсон постоянно говорит, мне нравится это произведение, он Нобелевскую премию за него получил по литературе. И он говорит, что есть то, что вообще только разум способен найти, но то, что он никогда без инстинкта искать не будет. А инстинкт может это найти, но без разума ему никогда не найти. И вот здесь как раз получается рекурсивность некая зацикленность друг на друга. И кроме того, там интересный момент, Хой замечает у Бергсона, он говорит, что как раз жизнь, то есть разум после себя все время оставляет какие-то конструкции, но вот в этой рекурсии как раз жизнь, она может стереть новые конструкции и как бы перезапустить. То есть это отчасти такая вторая экранизация пауза. То есть как бы все это опять в природу. Как всего это выйти из кабинета, мне кажется, Бергсона. И он, по-моему, даже на этом заканчивает главу, когда он говорит, значит, мышление это рекурсивная процедура и в отличие от Гегеля мышление, которое выходит за предели Гегелевского отождествления понятия философии с понятием системы должно вернуться в жизнь. должно вернуть вот эту свою систему мышления в жизнь. То есть он еще раз предлагает полстовский вариант. Ну вот все, что я могу сказать, подверг Гегелевского отождествования. Спасибо. Мне кажется, что этот Бергсоновский кусок, он связан с тем, что главная его проблема, что Бергсоновская творческая эволюция это такой поток, который не очень расчленяется и который, конечно, метафизически это важно. Это замыкание интуиции в природу, правильно я говорю? Ну, то есть замыкание как бы предела, пределом духа оказывается переход в природу, в жизни. Как бы интуиция это возгонка природы, но природа все время падает вниз, и только интуиция начинает какую-то возгонку, и тут происходит какая-то точка замыкания с геометризирующим разумом, что главное действовать, что без этого действия нельзя только аллегорически знать, как надо плавать, надо обязательно влезть в воду, при этом толкой начинает развивать то, что вода это совсем не материя, не форма, а что она становится благодаря движению пловца, вода становится как раз формой, но вот эту форму ей придают как раз эти движения пловца, которого вдруг случается, сейчас я про случай еще скажу, но вот про эту жизнь, что если этого действия не будет, то останутся только такие жмурки, как вот в Платоновской пещере, или там жмуриться на солнце, или значит на тени смотреть, но происходит вот этот случай, про который нам с самого начала говорил Гегель во второй главе, а Бергсон говорит, вот действовать это еще и погружаться в океан жизни, балангитам, как бы, французские, мы не можем научиться плавать при помощи исключительного интеллекта, сначала мы должны зайти в воду, именно в действии интеллект возвращается в реальность, от которой он отдален, то есть есть верный инстинкт, некая интуиция, которая осуществляет замыкание между сериями, которые в принципе не могут соединиться, или вот между двумя, то есть функция тоже, она осуществляет некой закон между двумя непересекающимися множествами, ну элементарно, как х и х и не пересекаются, но есть какая-то функция, которая эти непересекающиеся множество сопоставляет. Белезовская процедура соединения имманентного и трансцендентного это видимо процедура взятая от Берксона. Вот это сама метафизическая форма отказа от бинарности через их вход друг в друга, и тогда примером будет как бы испарение пара, который поднимается, остужается, падает, опять превращается в воду, падает, опять кипит, да, и то есть вообще красивая, конечно, штука, если посмотреть, что это имманентное и трансцендентное, таким образом взаимодействует. вот и так ну и отсюда Юг выводит проблему каким образом мы можем запустить в операцию контингентность, потому что у Бергсона контингентность настолько вплавлена в сам процесс вот этого жизненного импульса, что мы мы мыслить не можем. И там в 30-м уже пора, нет, это раньше, наверное, там начинается разборка контингентность потока или контингентность случая. и вроде как бы получается, что контингентность можно включить как операцию только в том случае, если мы ее будем каким-то образом как-то фигментировать, привязывать к событию. там был какой-то кусок, но я уже не помню. Каким-то образом это было привязано к фуку, для которого контингентность стала для которого вот этот поток жизни стал разными форматами телесности и сексуальности. То есть понятая через форму, но форма не статичная, а форма, становящаяся в истории и форма телесная. по-моему, он нашел какой-то очень хитрый эпистемологический переход. И как бы таким образом мы избавляемся от, то есть мы усаживаем на более-менее строгое логическое мышление творческую эволюцию. И там же мне понравился кусок уже в конце нормы и патология. Полагалось же, что норма это что-то статическое, патология выбивающаяся из нормы, то есть движущаяся в девиантном направлении. Но если мы придерживаемся вот этой Бергсон-Фуко традиции становления, то мы переначиваем к патологию нормы, тогда норма у нас будет возможность становления, невозможность решения проблемы, цепляния за предыдущее состояние будет патологией. Это как бы нравится всем, кто интересуется политикой. Ну как бы невозможность приспособиться и измениться в новых обстоятельствах, как бы допустить такое расширенное расширение обстоятельств. с норма. Это аналогик. А как бы возможно было бы быть. Но мы когда-то разбирали, по-моему, у пикеринга река, Миссисиппи, которую держат плотинами, чтобы она не отошла от Нового Орлеана, и плотин уже такое количество, к ним уже приставлены войска, чтобы они следили, это становится не нормой, а патологией. А нормой тогда будет переход в Миссисиппи на боковое русло. И тогда не нужно делать так много усилий. То есть ежели система динамическая, если она функциональна, если она способна приспосабливаться, тогда она включает контингентность и сама себя способна укреплять. Если она контингентность исключает, то она рано или поздно приходит к катастрофе. И вот это значит у нас становятся патологии. Ой, подождите, подогреться. существовало. Ну, это вот как раз мы говорили Фуко, Кангьем, читая Фуко и обращаясь к Кангьем, Утар так, да, Сознавим стволом. Человек поистине здоров только тогда, когда он восприимчив к нескольким нормам, когда он более чем нормален. способность преодолевать органические кризисы, устанавливать новый отличный физиологический порядок. Здоровье это роскошь, состоящая способности заболеть и быстро отзывается нечто актуальное очень класс. Конечно. Микронис пишет вот нам Юг, да, он же настаивает на том, что механическое не противостоит органическому, ну, с примерами с Прометеем, да, что огонь это и есть фототехника как процесс и, что называется, занимаясь кубкой становишься кузнецом, то есть, пока ты изготавливаешь орудие, это ты уже меняешь свою природу, да, и в этом бесконечном как бы цикле мы научаемся делать новое орудие, пока мы их научаемся делать, наша природа уже меняется. И вот он настаивает на том, что механическая часть органического, то есть, оно уже всегда там внутри, а вот с Миссисипи получается, что, что вот здесь как-то механическое эти плотины, вторгность органическая и что, то есть, то есть, у этого вот может быть какое-то прогрессивное развитие, а может быть, наоборот, схлопывающие вся, когда Лёс все время говорит, что революция будет пашизоидным вот этим направлением, развилки, да, важно, чтобы в сторону революции прошло, а не в сторону, вот, поэтому здесь вот как бы это механическое внутриорганического может по-разному себя вести, да, это всегда как бы проблема, по какой линии пойдет дело. Мне кажется, что здесь как бы метафизическая бинарность возникает. Солдаты, градостроители Нового Орлеана сделали ставку на механическое, то есть, как бы природа пассивная, ее можно контролировать, обустраивать и так далее, а их противники сделали ставку на то, что природа все равно сильнее, река победит и уйдет из города, да, а если думать, да, а если мы будем пользоваться киборганической моделью, которую нам хочет дать юг, то мы будем размещать, ну и в данном случае вертол, да, то мы будем размышлять, располагать мышление как механическое в связи с органическим, то есть, мы не можем мыслить реку вне взаимодействия с рекой, то есть, и с интенциональностью этой реки, иначе, значит, ну понятно, что, и что нам мешает вот эту интенциональность природы включить и переместить мышление из региона, ну как бы власти и механицизма в регион органологии, то есть, органология сразу предложит нам разобрать реку на множество функций, то есть, она станет сразу вот этим сложным кипорганическим агентом, которое, значит, которое можно мыслить, и если мы мыслим внутри, то мы вроде как бы избегаем катастрофы, мы не создаем катастрофы, возникают вот этого из бинарного развлечения, хотя там это, конечно, оптимистично, что если мы научимся мыслить вот этими сложными кипорганическими практиками, но мы попадаем вот в особую эту новую сложность связей, где все время много в регистрах, это Марк отвечу. Марк, привет. Нет, нормально. Давай, давай, В момент, потому что второй главе он начинает с Гегеля, где он говорит как раз в действительности, что если бы сначала был дан абсолют, вы договорили, кто бы посмотрел, у вас в виде выговорите, что если сначала был бы абсолют, то все сводилось к прояснению, но Гегель все наоборот, что обязательно должна быть вот этот вот случай, который сносит, уносит, выносит мозг, и вот этот вынесенный мозг падает, и он должен как бы с этим случаем совладать, и только после этого уже в конце придет это абсолют и действительность, то есть он должен в действии, как бы, а вот что он здесь пишет относительно рекурсивности, о том, что природа вообще говоря сама рекурсивна, но что предполагает рекурсия, что мы все упаковываем в какой-то алгоритм и исчисляем, но всегда есть то, что в этот алгоритм исчисления не попадет, это как раз будет всегда крутиться как аномалии, ошибки, парадоксы системы, то есть вот это вот случайность, облако случайности, да, но вот что он говорит, что как раз природа рекурсивна, что когда туда входит техника, она может получать, что как бы на более высокий уровень переходит система в своем взаимодействии, и что вот эта рекурсивность, которая крутилась, она включается в какую-то некоторую следующую уже свою помощь техникой, техникой, которая учитывает значит вот то и другое, то есть алгоритмы природы включаются в какие-то более сложные алгоритмы через технику, да, но и вот там как раз он говорит о техногенных катастрофах, как может быть из Миссисипи, то есть вот о тех случаях, как там, не знаю, взрыв, нагресс, техногенные катастрофы в Миссисипи, которая удерживается, когда тем не менее вот эта рекурсивность, да, то есть система не может дать обратную связь, и вот как бы к таким проблемам мы приходим постоянно в ситуации сегодняшней, когда возможно, то есть вот когда возможно мы относимся к природе, да, как к тому, что вот в противоположном форме и так далее, да, то есть что, когда мы ждем вот такие вот обратные связи, но о чем он говорит, о том, что вот в этих алгоритмизированных рекурсивных процедурах тоже есть всегда случаи, то есть не только у Гегеля, да, с чего там мы начинали, что случай должен снести над разом, а что у любого алгоритма тоже есть случай, то есть когда алгоритм ломается, ну, тут похоже на Делезы, что может ломаться, когда алгоритм ломается, это как раз шанс его совершить предельный переход, к какому-то следующему алгоритму, который уже включен в предыдущие. Мне кажется, что вот эта контингентность, поломка, это не следующий переход, это вот это киборганическое или органицизм изначально, начав мыслить природу как натурфилософию, он уже вносит в нее мышление, то есть вносит в нее свои операции мышления не в смысле даже Карен Барретт, типа квантовая онтология начинает стабилизироваться, а в смысле просто другой природы быть не может, потому что она по-кантовски, она воспринимается только через восприятие, мышление, взаимодействие и так далее. И соответственно, если у нас исчезает бинарность, то природа вот такая же как бы технологическая штука, как и мышление. Но зато мы теряем возможность мыслить природу объектом, а мышление как бы универсальным инструментом, отдельным от природы. И тогда у нас возникает проблема, какие новые операции логические мы должны туда вставить. Потому что это поле новой логической эпистемологии. То есть природа, которая была выброшена из метафизики и мышления, которое в ней доминировало, они просто эти два ложных основания. И у нас в качестве такого поля исследования оказывается промежуточное пространство операций. Почему Кантовская? И сразу же начинается процесс, что эти операции без прежних метафизических оснований оказываются неполными. Но там длинная история была, как Шлегель обнаруживал контингентность в природе, мутации, а потом обнаруживал контингентность в мышлении и таким образом перевел такой метафизический хаос природы в хаос мышления. То есть не универсальность, не данность, не строгость. И там мы разбирали полемику Гегеля Шеллинга. и значит у нас нет прежних оснований, у нас нет чистых операций, у нас контингентность, значит идея в том, чтобы сделать новое эпистемиологическое поле и ввести туда контингентность, самонастраивание, рекурсивность. И при этом еще был очень смешной интересный сюжет. При этом мы сталкиваемся с тем, что природа все-таки очень тяжело возвращается из метафизической исключенности. И вот перед Бергсоном или рядом с ним была история с интерпретацией Канта как мышление технологического. И там Кангие считают, что во французской традиции Кант всегда был прочитывался через трансцендентальные схемы сознания. А вот в немецкой традиции второй половины девятнадцатого века, поскольку там раскручивалась новая технологическая ситуация, там философы и инженеры попытались приспособить Канта к философии техники. И таким вот ярким приспособителем был Эрнст Кап, который наделил как бы пассивную природу творческой природа стала моделью для технического творчества. то есть он отдал природе весь вот этот как бы метафизический креатив. И получилось у него очень интересно вся техника это продолжение электричества, продолжение кровеносной системы, там машины, продолжение ног. и таким образом он физиологизировал всю технику и произвел довольно сильное впечатление на последователей. но вот этот физиологизм он все равно не привился, потому что это как бы крайний случай. ну и Бергсон в принципе от этого отказался, потому что ну как бы смешно так мыслить. Нужен какой-то другой уровень операций, может быть более абстрактный уровень операций, чем стал вот этот жизненный порыв, интуиция. Ну и как бы итог всего этого мы рассматриваем эпостомологическую революцию, которая по мнению Клея началась с книжки Виннера или Бертоланфи 47-48 год 20 века, которая заставила пересмотреть механистичность Ньютона и витализм и витализм Убергсона и само понятие как бы а и там еще был интересный момент, кто помнит полемика вокруг техники и фордизма уже там в конце Ага Значит понимание как бы изобретения этих фордовских машин поставило людей опять в позицию как бы такой сырьевой природы а в позицию кого функций функций которые строго вписаны в механистическую модель мышление а значит никакой не контингентности не самой референции в этой системе нет и это он связывает с первыми с победой вот этой механистической модели которая еще не разобралась с киборганической сложностью и говорит что современные машины имеют ну как бы фордизм прошел и кончился и как бы кончился он потому что это была такая метафизическая ошибка задать машины универсальные машины которые все за всех решают и идеально все делают превращают человека в простую повторяющуюся операцию а современные машины которые машины рекурсивные которые заставляют нас все время включаться принимать решения пропускать через себя контингентность это то с чем нужно работать и политически справляться потому что вообще-то это ситуация не освобождения а просто другой парадигмы она также может быть дикоэксплуататорской и значит это еще один такой момент почему он продумывает рекурсивно контингентные машины то есть как бы посттюринговские и пытаются разобраться как устроено там соотношение ну как бы операций и структур таким образом чтобы эти машины не производили как бы новых катастроф которые мы еще не знаем какими они будут но там нет такой пафосной политической речи но как бы проблема поставлена как бы в этом то как он вращается и рабочие начинают защищать себя и это подозрение биологической такая линия другой стороны и социальная она не выводит в такой биологический, органический, что есть наследие. Это та же самая проблема частного и целого. То есть тело не может мыслиться как автономное, как биодетерминированное, оно всегда состоит из множества функций как органов и, кроме того, оно как индивидуация является тоже таким процессуальным производством. Мы свою индивидуацию все время выстраиваем. И выстраиваем ее не только из внутренних соответствий, внутренних способностей собирать в целое. Там есть такой паук, у которого, в примерах, у которого ногу оторвали, а он довольно быстро переописал свою координацию. Но, значит, мы вот такие системы, а потом мы еще системы в среде. И тогда сразу раскрывается вся социальная и экологическая перспектива. Как органическим, что подключается в это общее тело, приобретает не биологические, а какие-то характеристики. Наша главная задача – помыслить машину и одновременно, и как механистическую, и как органическую. В органическое целое необходимо освободить их от бытия наличными. То есть мы не должны видеть машины, как что-то отдельное от нас. Ну, собственно, он все плавает. Все, да, что машина обонит процесс. Пока мы ее изготавливаем, мы уже меняемся сами. То есть мы не должны это мыслить, как какое-то наличное. Он уже обречен, он уже включен, втянут в эту систему техники. И помыслить иначе – просто это невозможно уже. Это судьба. Не любил, но он дал каких-то поздних уже там где-то. Вот где-то, по-моему, было здесь, а может, и не здесь. Что человек уже включен в этот общий организм, в эту общую систему. Ну, вот он говорит, что жизнь по самому своему существует. Ну, потому что культура постоянно как раз вот входит в вот эти более сложные алгоритмизации, чем та, которая есть, например, у природы. Потому что природа отчасти тоже, да, например, там пчелы, даже если вылопать часть улья, пчелы все равно механически будут носить туда мед. То есть они не понимают, что там вот соды уже вылопаны, да, они все равно будут носить. То есть механицизм есть и в том, что мы считаем живым. Но как раз техника, она может усложнять, творчески у него, вот и творчески усложнять вот этот вот механицизм, который заложен в природе. То, что природа творится, чем повторение. То есть она творится в то же время. Как раз у кого? Что именно? Я знаю, что он за вами не обладает. Да, у него как раз это есть. Вот он как раз здесь пишет. Ну, я просто сделала конспект уже, я не знаю, на какой-то странице. Про то, что я сказала, что есть всегда какая-то случайность, которая не входит в этот алгоритм, да, соответственно, она как вот это хаотическое поле. Но, тем не менее, как раз система получается, что она на грани разрыва, но этот разрыв как бы и хорош, потому что она просто переходит, как бы к алгоритму другой сложности, который включает уже вот этот предыдущий. И включает вот ту контингентность, да, уже как правило. Но это не предел, да, потому что у того алгоритма, да, есть какое-то тоже, есть тоже какие-то случайности, которые он не может ни алгоритмизировать, ни просчитать. Да, то есть это все время, как бы, как бы это поле случая, оно не исчезает. Кто-нибудь помнит? Мне казалось, что он был в полемике с кибернетикой второго порядка, которая полагает, что происходит все время вот это усложнение алгоритма. Мне показалось, что усложнение алгоритма там происходит за счет среды и... Нет, в первую очередь за счет еще одного мышления. Там такая я мыслю о том, как я мыслю, о том, как я мыслю и так далее. То есть ставка сделана, в общем, на усложнение механицизской способности, да. То есть механицизмом у нас называются рациональное мышление. Потом они попытались на Бейтсу, попытались приложить это к биологии и экологии. Но все равно была модель вот этого усложнения. А мне кажется, что Юг как раз не хочет нам усложнения. Он хочет просто ввести контингентность в сам алгоритм как необходимость. И тогда получается, что мы не знаем про усложнения, потому что у нас нет от этого качественного измерения. Простое, сложное. У нас нет простой природы. У нас все время есть рекурсивно-контингентное переобразование. И в каком-то смысле более радикальный ход, чем у кибернетиков второго порядка, системщиков 60-70-х годов. Потому что он просто хочет задвинуть прежнюю эпистемологию и запустить новую. И место другое, и алгоритмы иначе понимаются. Но тогда вот все эти функции, алгоритмы, структуры, операции. Значит, там была полемика на уровне понятия структуры операции. Потому что у кибернетиков второго порядка были структуры, которые должны были как бы усложняться. А тут у нас нет структур, у нас есть вот эта контингентная рекурсия. Соответственно, сама операция становится, начинает держать. Мы же привыкли, что стабильность держится структурами. А тут она держится рекурсией и своей темпоральностью. Не стабильностью во времени, а темпоральностью. И это он хочет понимать как безопасность, надежность, обогащение системы, ее неспособность к разрушению. Жизнеспособность. То есть чем она более на сопле болтается, тем она надежнее, работоспособнее, эффективнее. Ну, у кого-нибудь есть какой-нибудь любимый сюжет во всем этом? Я читала поначалу, испытывая некоторое раздражение от того, что природа сотворенная, а, соответственно, как бы тела, экология, материальность описываются таким достаточно дискурсивно-занудным способом, через Декарта и так далее. Потому что я знаю другую традицию, ну, как бы такой феминистской философии. Гаятрис, пивок. Это та же самая проблематика. Могут ли углетенные говорить, например. То есть каким образом биологическое, пассивное, исключенное, метафизически исключенное может вернуться в сферу политики, культуры, требований. И там как-то вот это, ну, со стороны Батлер, мы тоже это знаем, это другая аналитика перформативности, как-то как бы существующая без оснований начинает образовывать себя как материальную форму. Нет, это процесс, запущенный как одновременно и материальный, и культурно-когнитивный. То есть она не... Ну, Барат ее упрекает, конечно, за то, что она все равно где-то материальность выдерживает в давности. Но, в принципе, Батлер хочет запустить два процесса одновременно. То есть сказать, что мы никогда не можем найти материальность как уже внешним образом данного. Любой способ распознавания, это он уже принадлежит к культурным формам, там, чувствования, власти, знания. И тогда она, как бы ее политическая установка, это тоже субверсия, контингентность, переописание. Но там, правда, нет такой радикальной самоорганизации, потому что в политическом письме Батлер там можно как бы бороться. Ну и тогда получается, что мы... Мне кажется, что мы идем в одном и том же направлении из всех философских программ. И это направление, начавшееся формироваться в 80-е годы, да, с этими эпистемологическими войнами, технологиями, манифестом киборга, киберпанком. Ну и предыстория здесь, вот он говорит... Он же вообще ничего в 90-х в отличие от меня, да? Ему вот эти вот эпистемологические войны и киберпанки, ему неинтересны. Он их, может быть, даже не знает и считать не собирается. Поэтому он берет Винера. Ну, не знаю, можно как-то на этом уже остановиться. Хотя вот мы столкнулись с тем, что контингентность и самоорганизация в социо-культурном пространстве становится... Обретает, захватывает встановление конспирологизм. То есть вот... Очень хочется, да, чтобы контингентность была в виде самоорганизации сообществ, анархических сообществ, да, культурных, всяких школ. Но там почему-то получается... Получаются бандитские сообщества, секты. И это как бы та же самая... Следствие той же самой как бы эпистемологической новой ситуации. И тогда, соответственно, перед нами проблематика уже не борьба с бинарностью, там что-то еще. А нужно понимать, каким образом вот эту экспериментально-культурную матрицу самоорганизации алгоритмизировать и описать таким образом, чтобы наши соседи, не имея вот этого в культурном опыте такую работу, не впадали в конспирологическое безумие. То есть есть недостаток киборганического мышления, то есть мышления операциями. И до тех пор, пока этот недостаток будет, а если мы считаем, что это эпистемологическая ситуация у нас киборганическая, то недостаток, то, значит, политическая проблема будет происходить между конспирологами и усложняющимся обществом. то есть как бы из конспирологов надо все время вытаскивать те их алгоритмы и те основания, которые они подкладывают под, собственно, мироустройство. Ну, как бы, когда на безосновности группы пытаются... такие, да? Как бы бинарные враги. Ну, и, в общем, вся современная безумная политическая жизнь, она устроена на подкладывание параноидальных ложных оснований. Ну, что, мы тогда... это, мне кажется, вообще обостряется, потому что каждая вот эта группа, да, это... да, вот... уничтожение, да, боясь, страх у него, какой-то сейчас самый вот... ну, самый распространенный. Вот то, с чем я сталкиваюсь совершенно в разных каких-то полях, там, от каких-то деревень и поселений до людей, которые занимаются наукой. То есть это какой-то повторяющийся... вот сейчас почему-то... может быть, это связано с пандемией, но почему-то в последнее время, входя в совершенно разные, даже страны, можно сказать, это какая-то повторяющаяся вот фигня. Самоисключенность и вместе с тем вот это постоянное ожидание и опасение, что вот вы меня пришли уничтожить, да, или что-то пришло уничтожить, и поэтому надо вот что-то делать. Да, да, сосед самошляет и как-то представляет как ровно. И соседи, с вами какие-нибудь. Вот, и это почему-то вот странно, да, что-то есть как бы что-то, что совершенно в разных местах как-то будет учиться. Причем это даже ты иногда ошеломляешься и там слышишь, как, ну, не входя в это, но это странно, какой-то поствирусный какой-то вот этот синдром боязни, уничтожение, да, какого-то злоевышнего. Ну, или вот группы, да, все эти видения, с которыми борются сейчас. циррусный синдром это вот киборганический, потому что целостность и автономия телесности индивидов, она же разрушается, она была метафизически поддержана тем, что природное было исключено из мышления, из метафизики. и полагалось самоданным, соответственно, оно могло работать как гарантия безопасности. То есть в фантазме можно было построить такое свое невинное первичное тело, которое будет никаким образом не подчиняться ни власти, ни историческим динамикам, ни социокультурным влияниям. и сейчас ну как бы начиная с Фуко, наверное, ну а Фуко это одновременное гендерное исследование, да, и вот отсюда начинается с 60-х годов, особенно с конца 60-х годов пересмотр границы тела, это больше не твердый объект с границами, а это киборганический объект, в котором органическое может быть также и концептуальным, операциональным, то есть в общем всем все понятно, ну мне просто интересно было маркировать вот эту эпистемологическую границу, откуда стало возможно такое отношение к вирусам, там же еще огромное количество работ по иммунологии в 70-е годы, какой-то известный марксист, мы его обсуждали несколько лет назад занялся иммунологией и строил социальные модели такие постмарксистские по логике иммунологии, то есть отсутствие ну как бы таких сложных функциональных связей социальных, которые исключают вот эту давность классов, фардистских операций линейных, канетик вспомнил но я не читал я только вот логическую стать значит мы тогда в следующий раз у нас будет у нас будет второе число а потом девятое давайте сделаем второе наверное последнее а потом поедем на летние каникулы как вам кажется или просто у меня вроде мероприятие может возникнуть девятого числа но это как бы не точно значит третьего приглашать а второго мы увидимся и что мы будем читать следующую главу ну да пятую тогда маленькую мы уже при случае и сам и вот ну тогда значит мы предварительно планируем то есть мы точно планируем второе июня может быть будем продолжать а может быть будем разъезжаться всем спасибо я выключаю Стелла спасибо большое за ассистирование вам спасибо я надеюсь в следующий раз уже ворвусь нормально к вам потому что у нас почему-то по следам сейчас поставили семинары вот но вроде в следующий раз не будет так что буду с вами спасибо спасибо большое